Белого моря Платим по полной, а получаем по остаточному принципу возмущаются жители Белого моря. Возможно, ситуация в будущем изменится. Рассматривается вопрос о переводе жилых объектов населенного пункта на альтернативные источники тепла. Вариантов много, но приоритетных два – электрообогрев и строительство угольной котельной. Плюсы и минусы сейчас изучаются. В настоящее время, я могу так сказать, что имеется предложение инвестиционного характера от одной коммерческой организации, которая сделала предложение и муниципалитету, и правительству Мурманской области в лице Министерства энергетики. Готово оно вложить 65 миллионов рублей в организацию теплоснабжения поселка Белого моря. С дальнейшим определенная там есть схема возврата денежных средств, которая растянута на многие годы. С одной стороны, сам проект, в общем-то, достаточно красивый, но при его изучении нашими специалистами, в общем-то, администрацией выявлен, конечно, ряд очень глобальных вопросов, которые вызывают определенные опасения в его, собственно говоря, живучести. Необходимо решать и вопрос с водоснабжением. Качество питьевой воды в Белом море оставляет желать лучшего. Но пока местные власти планируют заняться теплоснабжением. Параллельно решается вопрос об организации досуга маленьких жителей Белого моря. У нас полпоселка безработных людей. Больше. Которые не в состоянии ездить в город Кандалакшу. Которые не в состоянии отправлять в город Кандалакшу своих детей заниматься учреждением дополнительного образования. У нас полпоселка, даже больше, большая часть поселка пожилых людей, которые тоже не в состоянии на свою пенсию ездить в Кандалакшу и ходить по администрации. Начинаем с того, что вы созидаете. Вы собращаете одну четвертую ставки воспитателя в тенейджере и оставляете наших детей без спортивной секции. Без спортивной секции. Человек занимался с нашими детьми много лет. Он воспитал собственного сына, который стал международным чемпионом. И теперь нашим мальчишкам идти не будет. Как выяснилось позднее, существование такой проблемы власти даже и не знали. А вникнув в вопрос, постановили. Педагог в тенейджере будет. Только другой. Сам вопрос, что необходимость специалиста для того, чтобы дети занимались танцами в этом тенейджере, он нами будет решен. Но будет, соответственно, другой работник просто-напросто этим заниматься. Тот, который будет ответственно подходить к своим обязанностям. Как отметили в администрации, подобные встречи теперь будут проводиться на постоянной основе. Последуют ли за ними изменения, к лучшему гадать не будем. Но то, что на беды и чаянии жители Белого моря начали обращать внимание, это уже хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова